Приветствую вас, друзья! С вами я, Шевченко Александр, канал Академии Счастья. Сегодня поговорим о том, как справиться с навязчивостью, потому что она возникает у каждого человека в той или иной степени. Бывает такое, что очень сильно чего-то хочется, но не можешь получить, и усиливаешься. То есть делаешь, о, давай, я достигнусь, все равно добьюсь своего. И вот происходит какой процесс, то есть мы настаиваем на чем. Я замечал это и за собой, и за другими людьми. Этот процесс происходит очень, ну, скажем так, естественным образом. То есть мы хотим достичь чего-то, но у нас это не получается. И цель это на самом деле не настаивать, а убрать те заряды, которые мешают достижению. То есть то, что препятствует, а не любой ценой достигать этого. Потому что достижение любой ценой часто приводит к тому, что мы ухудшаем наше состояние и используем те силы, которые у нас есть не во благо, а во вред, как себе и другим. То есть начинаем настаивать, навязывать свое мнение. И это происходит, ну, потому что мы не чувствуем вот этой грани, через которую переходим. Чтобы справиться с навязчивостью, важно понять, почему она возникла вообще. То есть, возможно, в прошлом мы могли не достичь чего-то, и с помощью навязчивости получали это. То есть навязывали свое мнение, говорили, вот, я все равно это получу. И таким образом происходило что? То есть мы, возможно, что-то и получали. Но теперь это вошло в привычку, это стало неестественным, это стало таким жесткостным. И вот эта жесткость проявляется в том, что мы начинаем давить на себя, на других людей, и говорим, о, все равно я это получу. То есть, и тут есть негативные суждения, связанные с этим. Потому что, когда мы так делаем, то окружающие не воспринимают нас. И часто мы еще делаем так, что мы разрушаем и себя самого. Вот эта навязчивость может приводить к трудоголизму, к каким-то вещам, когда мы хотим любой ценой получить что-то, то есть перфекционизм и тому подобные вещи. И вот в этом состоянии происходит что? Мы не можем действовать осознанно. То есть осознанность в чем проявляется? В том, что мы можем в любой момент остановиться. Остановиться и сказать, да, окей, этого достаточно, мы завершили то, что хотели. И мы можем остановиться и сказать, окей, я могу этого не достигать. То есть вот свобода. Свобода достигается тогда, когда мы можем принимать решение то или иное, когда у нас нет проблемы. То есть проблема это всегда так или так, и когда мы не можем выбрать. То есть когда у нас есть или так, или сяк, и этот выбор мы не можем сделать. И вот в этом состоянии отсутствия выбора, мы часто приходим к состоянию, когда у нас появляются такие комплексы. Мы начинаем чувствовать какой-то стыд, слабость, начинаем чувствовать, что у нас происходит какой-то процесс, когда мы не можем достичь чего мы хотим. То есть проявляется такое состояние, вот знаете, как колебание, да, то есть туда-сюда, сюда-туда, и нету какого-то выхода. И вот выход, получается, проявляется в жесткости. То есть чтобы вернуть мягкость, важно вернуться в прошлое и понять, а когда вообще у нас появилась эта жесткость? Возможно, мы переняли ее от родителей или в какой-то момент сформировали сами, потому что это было выживательным мотивом. Но сейчас это уже не выживательно. То есть бывают моменты, да, когда нужно проявить силу воли, действовать решительно, но это критические моменты жизни, когда очень там что-то угрожает, какая-то опасность, и нужно любой ценой достичь этого. Но это действительно таких моментов в жизни не так много. А когда мы проявляем жесткость в обычной жизни, вот тогда мы попадаем в неприятности. Почему мы попадаем в неприятности? Да потому что эта жесткость мешает, она ведет к деградации. То есть мы, бывает, совершаем такие непростительные ошибки, когда мы могли бы, конечно же, их не совершать. Но вот это состояние навязчивости мешает нам. И вот чтобы, получается, посмотреть, откуда оно пришло, мы делаем процессы. То есть возвращаемся вниманием в прошлое и смотрим, откуда вообще пришла эта жесткость. То есть почему мы начали действовать таким образом, почему мы приняли решение быть жесткими, навязывать свое мнение. И вот в этот момент мы исследуем эти случаи. То есть исследуем, находим, откуда пошла эта жесткость. И путем перепроживания, путем того, что мы воспроизводим это как есть, эта жесткость уходит. То есть уходит вот эта навязчивость, и мы начинаем, скажем так, действовать легко и осознанно. То есть на самом деле, если это наше, то мы чувствуем всем своей душой, что действительно это наше, и действуем. То есть у нас происходит легкий процесс. Но после того, как мы убрали вот эти негативные заряды, то есть они накапливаются и мешают нам просто действовать. Реально мы начинаем как-то приходить в какое-то состояние возбужденности, избыточного какого-то давления. И в этом состоянии мы не можем гармонично существовать. Появляется нервозность, негативные эмоции, болезненные ощущения, психосоматика. И вот я помогаю людям в сессиях это убрать. То есть помогаю человеку найти, откуда это пришло, и убрать этот негативный заряд. Это на самом деле довольно просто. Хотя, конечно же, прежде всего нужно ваше намерение, и с помощью сознания мы исследуем то, что находится в вас самих, и убираем эти негативные заряды. Давайте сделаем небольшую практику, посмотрим вообще, как это все работает. Потому что можно много теорий делать, но вот практика это то, что помогает в действительности улучшить состояние. То есть ежедневная практика на самом деле. Сейчас мы попробуем, сделаем такую небольшую сессию прямо вот в этом видео. Потом вы эти сессии можете делать самостоятельно с вашим напарником, либо же обратиться ко мне для того, чтобы сделать профессиональную полную сессию. Найдите удобное место, сядьте или лягте, как вам удобно. Закройте глаза и создайте пространство для сессии. Ощутите себя в этом пространстве как сознание, и ваше тело как сознание. И дальше наполните пространство любовью. Посмотрите, есть ли какая-то навязчивость в этом пространстве, какие-то негативные ощущения, которые толкают вас достичь любой ценой, несмотря ни на что. Посмотрите, откуда это проистекает, то есть случай, откуда это пришло. И когда вы этот случай найдете, то проработайте этот случай, то есть путем перепроживания. То есть перепроживите его один, два, три раза, сколько необходимо для того, чтобы оттуда ушел негативный заряд. Если облегчение наступило, то на этом можно закончить. Если нет, то двигайтесь к более раннему подобному случаю и смотрите, откуда идет этот заряд. То есть ваша цель найти самое раннее начало, откуда это все пошло. И вот когда вы его найдете, тогда, соответственно, это исцелится. Исцеление происходит тогда, когда у вас больше нету негативного заряда. То есть негативный заряд – это те ощущения, боль, бессознательность, которые есть у вас самих. И в этом состоянии вы можете улучшить. Вы можете его улучшить тогда, когда вы прошли через это, то есть восприняли как есть. То есть принятием наступает переосознавание, и вы больше не делаете неосознанных действий. В состоянии осознанности вы можете гармонично общаться с другими людьми, без навязчивости, делать легко действия и делать это во благо для себя и других. Что значит во благо? То есть когда это приносит вам радость и удовольствие, другим радость и удовольствие. И когда вы получаете от жизни все самое лучшее. Также, конечно же, эту практику можно применять на ежедневной основе, то есть самостоятельно. А если что-то не получается, есть какие-то вопросы, то напишите мне в личные сообщения все мои контакты, указанные под этим видео. И мы сделаем бесплатную консультацию и проведем также сессию. Также хочу сказать, что проходит обучение, которое помогает в улучшении состояния. И в этом состоянии, когда мы делаем обучение, то, соответственно, выправляется ваше состояние. То есть обучение направлено на то, чтобы убрать из вашей жизни те вещи, которые мешают вам. Это курс «Достоинство и целостность личности». Он связан с тем, что вы становитесь целостным, то есть цельным духовным существом и действуете на основе своего собственного понимания. То есть вы убираете из жизни негативные реакции, боль, бессознательность, убираете проступки, то есть скрывания, все, что мешает вам. И становитесь действительно целостным духовным существом. Также курс «Преодоление подъемов и спадов жизни», который помогает сделать вас счастливым. И убирает те вещи, когда вы связываете себя с какими-то подавляющими личностями. То есть вы умеете определять людей, кто социальный, кто антисоциальный. И, соответственно, выбирать тех людей, с которыми вам будет общаться. То есть убираете токсичное окружение. Также я провожу программу очищения, которая позволяет очистить тело. Она состоит из того, что вы принимаете витамины и минералы, переходите постепенно на растительное питание. Также паритесь в банке, бегаете и, соответственно, таким образом за две недели полностью очищаете ваш организм. Вот это то, что можно сделать. Если вам это интересно, то напишите мне в личные сообщения, контакты мои указаны под этим видео. Также в описании две моих книги «Мир и вечного познания» и «Полное исцеление». Там их можно скачать по ссылкам в описании. И самое главное, друзья, действуйте. То есть видео – это видео, но самое важное – это ваше желание и ваше намерение действовать. То есть когда вы хотите исцеляться, исцеление обязательно произойдет. Я это знаю на своем опыте, на опыте других людей. Самое важное – это заниматься практикой. То есть ежедневно практиковать. Будь это медитация, процессинг или какая-то любая практика. Самое главное, чтобы эта практика повышала вашу осознанность. То есть когда вы чувствуете, что у вас появляется больше осознанности, это хороший знак. То есть вы лучше понимаете себя, других людей, лучше понимаете жизнь. И в этом состоянии вы можете осознанно творить то, что действительно помогает вам. Поэтому, друзья, я буду рад вас видеть в друзьях. Все мои контакты указаны под этим видео. И сейчас еще на экране появится парочка видео. Посмотрите их. Это о том, как изменить судьбу, о том, как справиться с негативными зарядами. Практика процессинга счастья. Подписка на мой сайт. И, конечно же, это подписка на мой канал. Если вы еще не подписчик, обязательно подпишитесь. Поставьте «нравится» этому видео. И добавляйтесь в друзья в соцсетях. Поделитесь этим видео с вашими друзьями. На этом будем заканчивать. Напомню, меня зовут Шевченко Александр. Это проект «Улучшение качества жизни. Академия счастья». Вам добра, здравия и до скорой встречи.